приятного времени препровождения с вами как всегда козел альпийский видели животное голову просунула забор можете раз просовывает там задница козла давайте поближе подойдем вот она просовывает голову есть там за забором а потом это только безрогие животные так могут рогатой голову не пролезают по этой причине я не очень люблю безрогих животных они как я уже говорил могут пользоваться своим интеллектом вот эти раз и назад не там где нужно там где им хочется но вот зато они тебя у меня-то не бодают а друг друга зато не боднут не поломают ребра не сломают кости а надо сказать что иногда звери бодаются очень очень серьезно причем могут бодаться на пустом месте и вообще звери очень конфликтует бывает на пустом месте могут конфликтовать так что в конце одно животное придется превращать продукцию или ветеринарные мероприятия над ним проводить очень долгие чтобы его оставить в этой реальности скажем так причем мы действительно это на пустом месте я могу сказать за свое хозяйство потому что у меня звери накормлены так что вот бывает сухой кормом сыпешь они его даже не едят даже не смотрят траву они тоже как вы видите как это не пасутся они с больше ходят чем пасутся вот значит это вот животное эти давние рельеф это просто молочное животное поэтому не рельеф на самом деле она есть именно вот это животное оно доится и она есть ну я так и не всегда ем вкусно как я стану потому что ну и я как бы такой человек я стараюсь чтобы у меня прежде всего звери были сыты накормлены не нуждались ни в чем а потом уже я думаю себе вот ведь в тени и детеныш и взрослые животные потому что на самом-то деле это действительно очень это утомительно проследить за всеми когда такое количество сейчас количество вернулось к тому которое было зимой то есть как я уже говорил зимой было около десятка взрослых животных превращено в прибыль и около больше и еще большее количество детенышей было провели превращено прибыль количество уменьшилось но вот почему-то они решили хотя я никаких размножений не организовывался это как-то получилось само тот когда-то куда-то забежал и вот в итоге появились детеныши появились даже у тех животных которых мы не ожидали совсем даже не ждали что у них появятся детеныши но тем не менее так произошло и вот количество зверей вернулось исходному так что вот скорее всего осенью опять кого-то будем превращать продукцию то есть я хотел сказать да оговорка такая превращать будем в прибыль продукцию животных превращает в основном зимой потому что ну туши достаточно большая морозилка конечно у меня тоже большая но тем не менее это надо иметь строение такое был такой силач и 19 веке александр зас железный самсон классический силач качок с усиками в такой матроски вот это надо его строение иметь чтобы в день уработать несколько туш чтобы даже одну чтобы ее обработать и в морозилку положить это все параллельно с тем как ты делаешь свои обычные дела обычно это 6 часов занимает что зимой что летом с 3 часа утром 3 часа вечером зимой это все как бы дата зимой меньше но зимой труднее потому что холодно а летом это еще дополнительно часа 4 добавляется то есть десять часов потому что еще в обед надо что-то делать плюс надо доить гораздо больше зверей плюс надо приносить но это уже моя инициатива надо с лесу приносить питательные лекарственные травы чтобы молоко было вкуснее но это для тех кто делает какую-то молочную продукцию типа кефира или еще чего-то есть специальные добавки естественно да даешь зверям чтобы молоко скифире волос да как я уж не знаю творожилось на творог скифире волос на кефир вот так короче ну правда вроде как это не настоящий кефир это у них молочных продуктов столько названий что я называю кефир например люди которые где-то в другом месте живут по-другому называют это не такой кефир как магазин и конечно же нет просто похож и по вкусу и но он более густой такой в нем нет сыворотки поэтому я кефир называю сыворотка это уже творог но об этом поговорим как-нибудь потом а мы показываем был козел альпийский до новых встреч всем пока